Я спросил разрешение, можно ли поснимать, все довольно-таки добродушно отвечают, что это можно сделать, поэтому сейчас снимем процесс. Наш готовый тако. Здесь прямо на улице на гриле жарится разное мясо. Баранина, свинина, курица, сосиски. Вот с таким вот ночным видом на город. Здесь все это накладывается на сам тако, соусы, гуакамоле. Здесь, естественно, у нас фасолька все это режет и накладывает на тако. Здесь тоже один из видов мяса, только вот это, видимо, курица. Еще, честно говоря, не понял. Но тоже делает так. Здесь несколько видов мяса присутствует. Все это собирают и получатся вот такие вот вкуснейшие тако. Сейчас будем пробовать. Такое заведение, очень простенькое, на улице, просто напротив дорога. Ты хочешь майка? Майка, да. Я люблю майка. Взяли напиток. Это, в общем, крокаде. Если так по-простому, как у нас делают. Единственное, что у нас крокаде очень... Ну, это красный чай. Крокаде очень концентрированный. Здесь он заваривается только в холодной воде. И по итогу получается не такой концентрированный и очень вкусно пить. Очень похоже на компот. Вот поэтому, кто делает крокадей, любит попробовать и заварить в холодной воде. И с ночи на утро уже будет классный холодный питочек. Его пьют здесь только летом. Ну, в смысле, его пьют, конечно, всегда, но большая часть времени, когда очень жарко. Нам приятного аппетита. Вот так сидим на улице. Там машины ездят. Здесь стоит машина. Забор. Все довольно-таки простенько. Это не ресторан. Здесь у нас есть тако. Это тако с двумя видами мяса, если конкретней быть. Вот такой он вкусненький. Соус. Естественно, сальса самая острая. И вдобавок дают лучок, редиску и лайм для того, чтобы это все есть. Приятного аппетита! Покажу вам немножко мексиканской красоты. Точнее, тихуанской. Покажу вам немножко тихуанской красоты. Как вообще здесь выглядит релье улицы в самой Тихуане. Но в хорошем районе, нужно сказать, потому что в плохом районе все намного хуже. Вот сзади можно наблюдать цветочки красивые. Люди стараются. Пальмы также там вон есть. Люди стараются зеленью все украшать. Собачки вон кизлые. Смотрите, собачки с этими, с бабочками. Ну ладно, не гавкай. В общем, в этом районе все достаточно так опрятно, красиво. Нету людей, это спальный район. Ну и не сказать, что дешевый. Да, это хороший район считается. В бедных районах все значительно хуже. Нет таких домов. Есть вот такие ворота. Видно, они дешевые. Парадная, красивая. Парадная. Вход красивый. Есть вот такие вот дома. Тут интересно, что каждый дом, это прям, каждый строит под себя, и они делают их вообще как хотят. Кому что как нравится. Вот. Ну, вот так люди живут. Так что в Тихуане не везде все так плохо. Есть где-то и хорошо. Ну, по здешним меркам это хорошо. Видите, единственное, что минус какой, нет участков каких-то собственных. То есть все дома стоят вплотную друг к другу. И так целыми улицами, районами и так далее. Все слитно. Внутри есть лишь небольшое помещение. Вот, смотрите, вообще какой-то дворец сверху. Как сказать? Сверху, в общем, там можно находиться. Достаточно неплохо. Вот, видите, у них там, где машина стоит, есть немножко места перед домом. У кого-то этого места совсем нет, у кого-то этого места очень мало. Или вот как там. Ой, извините, камеры не показало. И, по сути, очень маленькое пространство перед домом вот примерно вот так. Это все свободное пространство в том, что в доме, потому что с другой стороны такой же дом на другую сторону улицы выходит. Вот, например, как тут. Видите, вот такой вот длинный-длинный дом. И на ту сторону уже, скорее всего, нет, там нет выхода, но, в принципе, дом заканчивается. Место, чтобы где-то погулять по участку, тут такого понятия нет. Вот так.